МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Следственного комитета по Кировской области уходит с поста. На улице Заводской появится ливневка, и наш регион поднялся в рейтинге по отсутствию вредных привычек. Все подробности далее. Эфир продолжит рубрика короткой строкой. Руководитель Следственного комитета по Кировской области уходит с поста. Как пишут новостные порталы, Айрат Ахмедшин поменяется местами с главой следкома Нижегородской области. Оттуда в Киров приедет Андрей Виноградов. Приказ должен появиться в ближайшие дни. Айрат Ахмедшин возглавлял Следственный комитет по Кировской области с 2017 года. На улице Заводской появится ливневка. Ее обещают установить до 24 декабря этого года. Систему ливневой канализации проведут к детскому саду, который находится на финальной стадии строительства. На новую ливневку хотят потратить больше 1 миллиона рублей. Ранее городские чиновники сообщали, что водоотводная система появится и на улице с Паской. Куда будет уходить вода весной на других проблемных улицах – неизвестно. Кировская область поднялась в рейтинге здоровых регионов. Реа Новости сообщает, что в списке по отсутствию вредных привычек наш регион оказался на 57 месте. По сравнению с предыдущим годом, Кировская область поднялась на три позиции. Меньше всего вредных привычек в Чеченской, Ингушской и Дагестанской республиках. На последних строчках рейтинга расположились Магаданская область, Камчатский край и Ямало-Ненинский автономный округ. В Кировском управлении гражданской защиты рассказали, как сделать новогоднюю елку безопасной. По статистике, ежегодно в период новогодних праздников число пожаров резко возрастает. Так, в этом году с 1 по 9 января произошло 14 пожаров, в огне погибло 5 человек, при этом 8 возгораний произошли в жилых домах. Кировчанам рекомендуют ставить елки дома на устойчивом основании. Прежде чем использовать электрические гирлянды, необходимо проверить их исправность. Также дома запрещено использовать пиротехнику и разводить открытый огонь.